Когда мормоны предлагают людям взять в руку книгу мормона и начать ее читать, они не предлагают людям какие-то свидетельства ее истинности. Они не предлагают какие-то текстологические свидетельства, они не говорят о количестве рукописи, которые у них есть, не рассказывают историю этой книги. У них есть совершенно другой метод. Называется это свидетельство о книге мормона. Основана эта практика на самой книге мормона, где в книге Мороне 10 главе 4 стихе сказано следующее. «И когда вы получите эти писания, я увещеваю вас спросить Бога Отца Вечного во имя Христа, достоверны ли они. И если вы спросите с искренним сердцем и истинным желанием, с верой во Христа он откроет вам правду о них силою Духа Святого». Сегодня, когда миссионеры приходят к вам с книгой мормона в руках, они говорят, вот тебе книга мормона, помолись об этой книге и Бог тебе покажет, если ты будешь искренне молиться, что это на самом деле слово от Бога. И, соответственно, когда ты получишь это свидетельство, ты можешь совершенно спокойно этим свидетельством пользоваться, им жить, говорить о нем. И мормонов учат, что они это свидетельство должны время от времени повторять. Когда у мормонов идет причастное собрание, там выходит человек, обычно один или двое, и они говорят, я свидетельствую, что книга мормона – это действительно священное писание, что ее Смит был пророк, которому был дар от Бога, и Бог через него эту книгу нам дал. Ну, текст, конечно, другой, но имеется в виду свидетельство такое, мормоны постоянно повторяют. Они постоянно говорят о том, что Бог им лично показал, что книга мормона есть священное писание. На самом деле Библия нигде не говорит о том, что мы должны молиться о писании. Библия говорит о том, что мы должны проверять то, что мы слышим. Мы должны сравнивать то, что нам говорят, или те писания, которые нам приносят, с теми писаниями, которые у нас уже есть. И если Писание новое противоречит тому, что мы знаем как Слово Божие, мы не можем их принимать, что бы нам там внутри не казалось, что бы мы про себя не чувствовали. Но самый главный вопрос заключается в следующем. Какой знак Бог должен дать вам, чтобы вы почувствовали, что Библия на самом деле является Словом Божиим? И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что конкретного знака вообще нет. То есть нет какого-то одного знака, которого вы должны ожидать. И мормонские миссионеры очень часто поступают интересным образом. Они говорят, вы к себе прислушиваетесь. И любое изменение в вашем организме вас заурчало под ложечкой. Или вы почувствовали себя, у вас температура тела повысилась. Или вспотели вы, или у вас в ушах зашумело. Они все это могут столковать как Божье указание на то, что книга Мормона на самом деле является Божьим Словом. На самом деле я не очень сильно утрирую, хотя, конечно, для красного словца я немножко перегнул палку. Дело в том, что не в связи с книгой Мормона в целом, и не по отношению к каждому человеку, но одному конкретному человеку Бог дал очень конкретное объяснение, каков будет знак того, что прочитанное на самом деле является Божьим Словом. Этот человек был одним из секретарей, которые записывали за Джозефом Смитом текст книги Мормона. И Бог якобы через Джозефа Смита сообщает этому человеку, как он может удостовериться в том, что записанное на самом деле является Божьим Словом. Но вот я говорю тебе, что ты должен обдумать своим разумом. Тогда ты должен спросить меня, правильно ли это? И если правильно, я сделаю так, что в груди твоей возгорится. Поэтому будешь чувствовать, что это правильно. То есть, на мисламе у тебя в груди жжение начнется. То, что мы изжогой с вами называем обычно. Да, значит, и поэтому я действительно не шучу, когда говорю о том, что человек ожидает каких-то ощущений необычных в своем организме, чтобы убедиться, что книга Мормона на самом деле правильная. И когда потом спрашиваешь его, откуда ты знаешь, что это Слово Божие, он говорит, я это почувствовал, Бог мне дал знать, я это увидел. В моей жизни был интересный эпизод, когда я еще был совсем молодым христианином, я только-только познакомился с мормонами, и они со мной проделали такую же штуку, они подарили мне экземпляр книги Мормона и сказали, помолись об этом. А поскольку я был совсем еще зеленый, вообще не разбирался во всех этих нюансах, и я сделал большую глупость, я помолился о книге Мормона, но Господь был милостив, и я совершенно ясно и отчетливо увидел, что книга Мормона противоречит тому, что я до сих пор знал о Библии. Поэтому в следующий раз к ним пришел и сказал, люди, я увидел, что они не сочетаются между собой. И поэтому сейчас я могу смело сказать Мормонам, когда они приходят ко мне и говорят, а вы молились о книге Мормона? Я говорю, да, я молился и получил совершенно ясное от Бога оскровение о том, что книга Мормона это не истинная книга, что она противоречит Писанию. Но у меня был один молодой знакомый, Мормон, с которым мы тоже очень много говорили, и в процессе разговора нашего он тоже решил помолиться все-таки о книге Мормона и узнать, насколько она истинна. Я не знаю подробностей того, что он там увидел, но на следующий день пришел ко мне и сказал, я понял, что книга Мормона это ложь. И сказал об этом миссионерам, которые с ним работали, те сказали, ты, наверное, плохо помолился, помолись еще раз. Ну, действительно, когда субъективное ощущение становится критерием истинности, в общем-то человек может убедить себя абсолютно в чем угодно. Никогда еще ощущение внутреннее, сжение в желудке, не было указанием на то, что мы на самом деле получаем писание от Бога. Есть книжки, которые я читаю, у меня постоянно изжога от того, что там написано. Но это еще не факт, что то, что я читаю, на самом деле это истина. Мормоны в качестве предлога для такой молитвы ссылаются в обычный библейский текст. Послание Якова, 1 глава, 5 стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Однако из контекста следует, что Яков имел в виду не молитву над новыми священными писаниями. Он имел в виду молитву, когда ты попадаешь в искушение, когда у тебя начинаются трудные времена в жизни, тебе не хватает мудрости, молись, что Бог тебе дал мудрость, и Он тебе никогда не откажет. Основанием любых жизненных решений Писание называет вернейшее пророческое слово, к которому мы с вами постоянно должны возвращаться. Именно это слово, Библия, является основой, фундаментом всего того, что мы делаем, и оно является критерием проверки истинности всего, что мы с вами слышим, видим или получаем. Таким образом, подводя некий итог, книга, которую мормоны приносят домой, которую они считают краеугольным камнем своей религии, это книга, которая написана человеком, не очень грамотным человеком. В этой книге есть много ошибок. На протяжении последних без малого 200 лет в ней было сделано огромное количество изменений. И даже при всех этих изменениях в ней все равно хватает нелепостей, ошибок и неувязок. И почему-то именно эту книгу мормоны считают краеугольным камнем своей религии, при помощи которой человек может прийти к Богу ближе, чем при помощи любой другой книги. Даже несмотря на то, что огромного количества учений, которые мормоны считают необходимыми для своей духовной жизни, в книге мормона нет. Они там отсутствуют. Более того, книга мормона, поскольку была написана очень рано, она противоречит тем учениям, которые Джезус Смит придумал позже, в конце своей жизни, в которые мормоны до сих пор верят. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Вопрос есть? У меня есть вопрос, но не относительно книги мормонов. Относительно книги мормонов все ясно. Вопрос такого содержания. Как происходит членство в церкви мормонов? То есть, как производится ли крещение? Или что они обещают при этом крещении? Как вводится человек в церковь мормонов? Я не смогу вам писать детально этот процесс, потому что никогда не проходило через него. В мормонах есть крещение. Есть крещение. Крещение для них это обряд, который не содержит в себе ничего больше. То есть, с крещением не связывают какое-то, значит, дарование благодати от Бога. Но в то же самое время они считают, что без крещения человек не способен получить максимальную степень возвышения после покончания этой жизни. То есть, крещение необходимо для того, чтобы продвинуться выше, вот по этой ступени возвышения, ближе к Богу, ближе к положению Бога, по окончанию этой жизни. Именно поэтому они считают, что если человек не успел креститься в этой жизни, то вы, как его живущий родственник, должны креститься за него, вместо него. И в храмах проводят специальные обряды крещения за умерших. То есть, их погружают в воду и при этом произносят имя того человека, который уже был умер, который давно уже умер. Именно поэтому мормоны занимаются генеалогическим изысканием, собирают информацию о всех своих умерших родственниках и совершают крещение за них. Более того, они совершают крещение не только за своих родственников, но еще и за каких-то известных людей. Несколько, какое-то время назад опять в Штатах был скандал с этим связанный, потому что один исследователь, точнее исследовательница, по-моему, женщина это была, которая работает с мормонскими архивами, она опять обнаружила, что мормоны совершают крещение за иудеев, которые погибли во время Холокоста, во время нацистских гонений. И она очень сильно возмущалась тем, что мормоны пытаются посмертно обратить ее предков и предков людей в свою веру. И рассунила это как кощунство по отношению к мертвым. Это был такой, точнее, публичный скандал. Мормоны пообещали, больше этого не делать. Но это не первый случай, когда такие вещи происходят. То есть казусы, они случаются. Но крещение, оно действительно существует. То есть они культируют воздействие на загробный мир, как бы вот это, живыми сейчас, да? Возможно, сейчас при жизни воздействовать на своих умерших родственников. Ну, не то, чтобы воздействовать. А как? Для того, чтобы крещение, которое вы за них совершите, было им полезно, они сами должны там уверовать и покаяться. То есть, да, уже после смерти. То есть, если они этого не сделают, ваше крещение будет для них бесполезным. Все вы совершили, но оно само по себе их не спасает. Человек должен там покаяться, уверовать и принять учение мормонов. Вот тогда крещение будет для него полезным. Но мы еще будем об этом говорить, это достаточно тоже интересная и большая тема. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok